В Белоярском аэропорту сегодня работает 16 служб, коллективы которых выполняют разные задачи. Благодаря их работе населенные пункты района снабжаются продуктами питания, проводится поисково-спасательная деятельность, санитарные рейсы. За прошлый год услугами Белоярского аэропорта воспользовались в общей сложности около 146 тысяч пассажиров. Было отправлено и принято грузов и почты более 170 тонн. По сравнению с 2020 годом значительно увеличился пассажиропоток в числе самых популярных у белоярцев направлений Тюмень и Екатеринбург. Все рейсы, которые выполняются на сегодняшний день, они также останутся в расписании на летний период. Также добавятся новые направления. Допустим, открыта уже продажа на рейс по направлению Белоярский-Москва. Аэропорт Домодедово, который будет выполняться с 2 июня по конец сентября. Стоимость билета по этому маршруту варьируется от 8 до 27 тысяч рублей. В настоящее время аэропорт ведет переговоры с авиакомпаниями по открытию новых направлений. В Уфу и в южные направления. Один из частых вопросов, которые слышат работники воздушной гавани, нужен ли в этом году QR-код для перелетов по России. Пока на законодательном уровне не принят этот закон, поэтому QR-код не обязательно иметь с собой. То есть при покупке билетов и прохождении регистрации пассажиров это не спрашивают. В организации работы Белоярского аэропорта приоритетом является обеспечение безопасности и защиты здоровья пассажиров. Александр Прискач, Дмитрий Слепенков из Белоярского. Специально для телекомпании Югра.